Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. В этом видео я хочу сделать обзор на один гостевой дом, который я снял на ближайшие 4 ночи. Заехал я в него вчера, но вчера снимать что-то не было ни желания, ни сил, поэтому сегодня на свежую, так скажем, голову я сейчас вам все сниму. Вот сзади меня вы видите стоянка, которая принадлежит, так скажем, к этому дому, и непосредственно туда, немножко дальше, там начинается сам гостевой дом. В этом доме проживают владельцы того дома, поэтому давайте пойдем туда и посмотрим, что же это за дом. При входе у нас тут небольшая прихожка, совсем маленькая, очень даже маленькая, но в принципе хватает. Дальше, здесь мы видим у нас гостевой туалет, то есть при входе, что в принципе очень удобно. Ну в принципе тут ничего особенного, вот есть раковина, что мыло жидкое, принадлежности для уборки даже, а не тушитель есть. Так, дальше давайте пойдем в комнату. Вот, здесь нас просят разуться и дальше заходить босиком. Ну давайте так, я сделаю. Упс. И открыв вот эту дверь, мы попадаем непосредственно в саму гостиную, скажем так. Гостиная из себя представляет вот такой вот шикарный диван белого цвета, далее большое окно, О, тут небольшой вот светильник, торшер, пару картин, телевизор. Очень удобное вот это вот кресло, мне очень нравится на нем сидеть, отдыхать, классно. Дальше, здесь у нас и мы имеем обеденную зону на четырех человек, большой стол. На бардак не обращайте внимания, так как я уже вчера заселился. Вчера это выглядело, конечно, все тут чистенько, шикарно, сейчас уже бардак. Ладно, дальше, если мы вернем направо, то мы попадаем непосредственно на кухню. Ну кухня, в принципе, простенькая, без всяких изысков, есть даже посудомоечная машина. Можно пользоваться, в общем, все, что здесь есть, можно пользоваться. Кофеварка, тостер, микроволновая печь, шкафы, тут есть посуда, в принципе, все. Далее, отсюда идет вход в спальню. То есть в этой комнате у меня будет жить в ближайшие несколько дней моя дочурка. Тут вот два человека могут, в принципе, поместиться. Есть тумбочка, шкаф, ну и кровать, что еще, в принципе, нужно. Так, давайте пойдем дальше. Выходим с кухни, проходим через гостиную, попадаем вот сюда. Ну это такой, знаете, непонятно, то ли как коридор между двумя комнатами, что ли. Тут вот есть стул тоже такой удобный, небольшой столик. Лампа, в принципе, тут есть кое-какие игры можно взять. Напоминает, знаете, что вот, когда приходишь ко врачу, допустим, там у врача комната, а здесь такой предбанник, где люди ожидают, когда их вызовут. Вот типичная, типичная такая обстановка. Дальше мы попадаем в самую основную спальню. Здесь буду жить в ближайшие дни я. На бардак внимания не обращайте. Большая кровать. Столики по обеим сторонам кровати. Кровать такая сделанная, ну добротная, не ДСП, прям деревянная, массивная. Как вы можете вот видеть, да? Что мы имеем еще в комнате? Вот такой небольшой комодик. Зеркало. Дальше. Здесь у нас, здесь за штройкой у нас есть сейф. Пылесос даже есть там внизу. Здесь вот стул. На нем я еще не сидел даже, поэтому удобен ли он или неудобен, я сказать не могу. Тумбочка тоже типа комодика небольшого. И, естественно, телевизор. Далее, отсюда мы попадаем, открыв вот эту дверь, мы попадаем в ванную комнату. Ну, да. Тут есть унитаз для испражнений. Потом, ну, классика раковина, окно и душ. Душевая кабинка. В принципе, что еще надо? Даже есть стиральная машина, где можно постирать вещи. Сегодня я здесь замучу одну стирочку. Погнали дальше. Погнали дальше. Здесь мы открываем тюль. И видим выход на террасу. Давайте выйдем на нее и посмотрим, что у нас есть. Выходить придется босиком, так как обувь я предварительно снял. Ну ладно. Что не сделаешь ради контента? Терраса. Вот такая. Здесь есть стол на 4 человека, где можно, скажем, позавтракать на свежем воздухе, если есть таково желание. В принципе, вот такой вот замечательный куст в виде шара. Вообще, здесь очень приятная атмосфера, обстановка, лужайка. Можно даже палатку разложить, если уж совсем скучно и делать не хрен. Так что, ну, там уже вот часть идет, это уже хозяева, ихний участок. А вот эта лужайка, вот я могу здесь с дочерью, допустим, в мячик поиграть или просто поваляться. Ну, погода сейчас, конечно, пока что прохладна, поэтому валяться-то еще тут не особо. Так, ну, а теперь вас, собственно говоря, наверное, интересует, сколько все это стоит. Так, на букинге просят за эти хоромы. 310 евро за 4 ночи. Получается 77,5 евро за ночь. Дорого это или дешево? Сейчас объясню. Скажем, средняя цена вот в этом населенном пункте за отель, за одну комнату, это где-то 50-55 евро. Соответственно, 77 евро за подобные хоромы, я считаю, что это относительно нормальная цена. И, ну, она не сильно дорогая. Учитывая, что данный регион, это своего рода курортный регион, тут очень близко находится Северное море, остров Зюльд, тоже буквально тут недалеко. Поэтому люди приезжают сюда издалека, бронируют вот такие дома и же проводят здесь отпуск, скажем. Поэтому, да, ну, я за эти хоромы заплатил немножко меньше, так как у меня на букинге скидка. Там, если часто у них бронируешь, ну, используешь этот сервис, то тебе присваивают потом определенный статус. Как-то он называется, гениус. У меня уже там второй уровень этого гениуса. И поэтому почти на все брони у меня скидка от 10 до 15%. Я заплатил за эти хоромы 4 ночи 271 евро. Так что я считаю, что это очень даже хорошо. Это выгоднее, чем отель. То есть отель, что ты получаешь? По сути, одну комнату, туалет и душ. Все. А тут я могу с ребенком вполне комфортно отдохнуть. У нее своя комната, у меня своя комната. В случае чего, если вдруг надоедим друг другу, что, конечно, маловероятно. Но все же. Поэтому я предпочитаю вот подобные гостевые квартиры, дома лучше, чем отель. А в прошлый раз у меня была квартира тоже. Там было несколько комнат. Там была даже сауна. Я хотел, конечно, забронировать в той квартире чисто из-за сауны. Но позвонил, спросил. У них на эти даты уже были брони от других людей. Поэтому пришлось искать дальше. И я наткнулся на этот замечательный дом, в котором я в перспективе постановлюсь еще раз с удовольствием. Наверняка здесь еще вблизи есть еще какие-то дома, квартиры. Так что ездить я сюда буду к дочери часто. Так что я думаю, со временем я здесь все облазаю. Соответственно, я думаю, может быть, сделать какой-то плейлист, где я буду именно обозревать подобные гостевые дома и квартиры. Если вам интересно, напишите в комментариях, стоит ли мне продолжать и делать это. Ладно, все, ребята, не буду вас больше утомлять. Спасибо за просмотр еще раз. С вами был Вилли, канал Мотохайки. До новых встреч.